Здравствуйте! Мне приходит очень много вопросов по пшеничной закваске. Как закваску кормить, где хранить, в каких объемах держать, чем закваска пахнет и так далее. Много закваски я не храню, грамм 50, не больше. Для тех, кто не знает, это небольшое количество закваски для хранения называют стартером. Стартер используют для заведения закваски опары, на которой замешивают тесто для хлеба и других хлебобулочных изделий. Вот так выглядит моя закваска по истечении суток после кормления. Вот это был самый пик ее подъема. А на этом уровне закваска уже находится в состоянии покоя. Как я уже сказала, прошли сутки после кормления и закваску уже снова пора кормить. Кормлю я закваску всегда вечером, в одно и то же время, где-то от 8 до 11 часов. На завтра по плану у меня выпечка хлеба, поскольку дома хлеб закончился. И часть своего стартера я буду использовать для выведения закваски опары. Ссылку, как приготовить закваску опару для выпечки хлеба, я дам в описании под видео. Теперь покормлю оставшийся стартер. Здесь у меня осталось грамм 10, не больше. Кормить я его буду в пропорции 1-2-2. То есть добавлю к нему 20 миллилитров воды и 20 грамм пшеничной муки высшего сорта. У меня вот такая вот специальная пластмассовая ложечка, в которую помещается ровно 20 грамм муки. Это очень удобно иметь такую ложечку для кормления закваски. Все перемешиваю, особо стараться не нужно, главное, чтобы не оставалось сухой муки. Свой пшеничный стартер я всегда кормлю только пшеничной мукой высшего сорта. У меня на этот счет своя теория. В пшеничной муке высшего сорта не очень много питательных веществ для поддержания нормальной здоровой флоры, но все же они есть. И только очень сильная здоровая закваска способна выжить в таких условиях. И если мой стартер после такого кормления чувствует себя хорошо, значит он всегда будет способен создавать молодую качественную пшеничную закваску опару. Банку с покормленным стартером я накрываю и оставляю на своем кухонном рабочем столе на сутки. Пшеничный стартер я храню на рабочем кухонном столе и никогда не храню в холодильнике. Я решила показать как выглядит мой покормленный стартер спустя 6 часов. За это время он успел подняться до максимума и уже вот-вот начнет опадать. И именно в этот момент у стартера очень приятный молочно-сливочный аромат. Этот аромат будет держаться до тех пор, пока стартер полностью не опадет. Я это называю уходить в спячку или на отдых. А это мой стартер спустя 24 часа после кормления. Он сильно опал и у него уже нет того приятного молочно-сливочного аромата. В этом состоянии стартер имеет кислый запах. А многие мне пишут, что через 24 часа после кормления их стартер пахнет ацетоном, уксусом и это многих напрягает. Хотя напрягаться тут совершенно не нужно. Это все нормально. Сейчас я отложу от своего стартера примерно 10 грамм или чуть больше и буду его кормить. В пропорции 1-2-2. Что делать с оставшимся стартером, если вы не планируете заводить на нем закваску опару? Здесь может быть только два варианта. Либо вы выбрасываете оставшийся стартер, либо собираете его до тех пор, пока не наберете нужное количество. И тогда на нем можно будет испечь оладьи или блины. Хранить эту сборную закваску вы можете в холодильнике. Но при этом помнить, что когда вы будете делать на этой сборной закваске тесто для оладьев, для блинов, оно будет с ярко выраженной кислой. Если вам показалось, что этой информации недостаточной, то здесь я вам могу посоветовать обратиться к интернету. Поверьте, вы найдете там очень много информации о закваске. Читайте, анализируйте, отбирайте, что вам полезно, ищите ответы. А самое главное, набирайтесь своего личного опыта на практике. Удачи вам и всего самого хорошего!